В Москве взорвался судимый за изнасилование наемник ДНР. В Москве в результате взрыва в собственной квартире погиб 55-летний гражданин РФ Михаил Карушин, Шурин, который был террористом ДНР и убивал украинцев на Донбассе. Как пишет российское издание 360TV.ru, взрыв прогремел на кухне. Тело погибшего обнаружила его пожилая мать, которая в момент взрыва была в соседней комнате. По информации СМИ, в 2015 году Шурин участвовал в боевых действиях на востоке Украины и привез оттуда боеприпасы, которые хранил в квартире. Некоторое время назад он перенес инсульт, искал работу, но трудоустроиться не мог. В свое время наемник работал в правоохранительных органах. Однако ушел он оттуда со скандалом, по статье о злоупотреблении служебным положением. Речь в уголовном деле шла о том, что Михаил был судим за изнасилование 20-летней задержанной. После освобождения мужчина работал оператором справочной службы, электриком, инструктором по рукопашному бою и строителем дачных домов. А потом решил уйти наемником на Донбасс. Прошел подготовку на одной из баз в Ростовской области. Прибыл в Украину 4 февраля 2015 года в распоряжение к Сидому. С тех пор Михаил числился в списке сайта Миротворец. Российские журналисты предполагают, что причиной гибели боевика стало то, что он, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался разобрать на кухне Гранту, привезенную с войны. Хотя не исключается и самоубийство. Ранее мы писали о том, что появилось видео, как снайперы ЛДНР прикрываются маленькими девочками и женщинами. Напомним также, что недавно в Украине разоблачили агента ФСБ, который пытался взорвать стратегический объект и готовил убийство военных.